Возвращаясь в теме, я набросал такой мрачноватый перспектив, а какие выходы? А выходы, собственно, в той системе знаний, биологической науки, которая нарабатывалась в течение окончания XX века и в начале XXI. Прогресс сейчас идет гигантский. Хотя бы частиотически вашего знания должно хватить. Человек является носителем даже не одного, а большого количества разных очень тревожно-предсивных генов. Вот по разным генам у него нехорошая аллеля, в большом количестве есть. Скажите, пожалуйста, обязательно ли эти аллели попадут во все его половые глядки? Вспоминайте медиоз. Вот для этого мы с вами понимаем. Вспоминайте медиоз. Обязательно ли в половые клетки попадут в эти поломные программы? Нет. Нет, не обязательно. В результате задача к чему сводится? Научиться различать половые клетки, которые несут поломные программы и неполомные программы. Если эта задача решается, то дальше. Но можешь нести сразу и поломные, и поломные. По каким-то генам поломные, по каким-то неполомные. Ну, с учетом того, что, может, человек после полового созревания каждые сутки производит несколько десятков тысяч половых клеток, то есть достаточно длительное время. Можно ли в этом массиве выбрать те, которые не несут поломанных? Вот просто не несут. Если бы это было всего выбора с десяти, что ли? Понятно, что ничего толкового не выберешь. Но поскольку есть возможность выбора гигантская, отличие. Хорошо. Выбрать половое предки с неполомными аллелиями. Родятся ли в этом случае дети на следующее какие-то тяжелые врожденные состояния? Родятся ли в этом случае дети на следующее время? Бандильное возмущение, во всяком случае, для нынешней системы технологии. Требуют искусственного облудования. Отобрали нужные типы клеток, провели их слияние, а после этого женщина вынашивает ребенка, потому что эта клетка у нее в тебе. Но этот ребенок получен не, так сказать, естественным путем. Хотя, честно говоря, в чем здесь неестественность, я не вижу. Это решить для себя такой достаточно важный и болезненный вопрос. А все важные вопросы решения всегда очень болезненные. Что представляется более цельным? Здоровье следующих поколений, причем не одного всех. Или представление о том, как должны родиться дети. Это выбор тяжелый, непростой выбор. И он далеко не сразу будет решен. Но это только один из возможных путей, кстати. Вполне возможный вариант, когда никакого искусственного оплотворения вообще не нужно будет. Если удастся разработать систему, а вообще, по идее, можно себе как-то представить. Вот у нас идет сперва. Вот он принесет некоторые варианты аллельной информации. По идее, можно себе представить систему, которая сканирует аллельную информацию по определенным маркерам, не разрушая предыдущие. Таких сейчас нет заразначенных. Но прогресс нанотехнологий сейчас такой, что представить в себе восстановление таких систем, ну, в общем-то, в течение жизни, причем ваше поколение, а не когда там, через сто пятьсот лет. В этом случае. А в этом случае вообще-то, человек, понимая некоторых препаратов, проводит просто внутри своего тела отбор, селекцию. Это приемлемая головы и фрески, а не приемлемая. Все, после этого никакое искусственное оплодотворение не надо. Все вполне естественным путем не будет. Но вот это дело уже в эдолючном случае. К слову, по поводу того, что я сказал, что задача будет трудная. Очень хорошо иллюстрируется на пресловутой проблеме ВМО. Генетически модифицированное организм, которые являются такой пугалкой. Для очень большой группы народного населения, что генетически модифицированное организм, это прям такой страх и ужас. Вот такое слушание слушали, Гамалов? Вот, модифицированное соя. Такая пугалка. Если модифицированное соя, то есть нельзя, что там, врага вырастут, вот, откладятся. А кто мне может объяснить, что такое генетически модифицированное организм? Просто ДНК немного поменяли. Немного поменяли ДНК, хорошая вещь. То есть я там взял гамм-гушку, то есть источник гамм-гамм-получения, нацелил на клетку в шарах и получил генетически модифицированное организм. Ну, а там в специальном опыте. Нет, ребята. Генетически модифицированные организмы – это продукты уже работы генных инженеров. Основная идея генной инженерии такая. Запись каждого гена. С какого участка начинается? Стоп-кодон. 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 Нет, ну, там находят стоп-кодон, которые вместе составляют участок, и участок, который называется «пром-кодон». Спром-кодон. А, да, да. Отлично. Хорошо, разбираемся с функциями разных генов, какие белочки они строят, да, и какой результат работы этих белков. Хорошо. А после этого, а после этого, как, допустим, с помидорами было сделано, был найден ген у некоторых растений, работа которых обеспечивает очень высокую устойчивость к низким температурам. Этот ген аккуратненько вырезают. Вот так вот. Не нужно цены, конечно, а ферментами. Есть самое интересное, а действительно потрясающе интересная вещь. Разработка технологии не просто разрывает это МК, а нахождение необходимого участка и точного вырезания в рамках. Модель по разу. Что? Модель по разу дура, как и любая валюта. Ей надо точно показать, в каком участке работает. Хорошо вырезали. А после того, как вырезали, кусок ДНК загоняется в парад, который проводит ПЦП. Полинированную цепную реакцию. Что при этом происходит? Две строки ДНК отшиваются друг от друга. Вокруг каждой из них строятся пупки. На следующем этапе разрезаются пупки. Вокруг каждой из них строятся пупки. На следующем этапе. Итак, после каждого цикла, что с количеством молекул происходит? Два раза. Вот два раза. Проверили вы 100 циклов, что получили? Из одной молекулы. Из одной динамы. 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 Понятно? В результате, если имеется один стандартный кусок ДНК, Наштамповать необходимое количество, сейчас, это дело чисто техническое и не торговое. Как же сейчас циклов же проводится? Полинированная цепная реакция. Какие реакции называют цепными? Это журой группы. Не, не, не. Когда одна из цепных сопроводов, а другая? Когда одну кисть вызывает удвоенный результат на каждом кусочком отраве. Положительная обратная шесть. Цепная реакция будет только расширять зону своей активности. Вот вам стилдскная реакция. На каждом шаге появляется все больше и больше участников. Так что результат каждого промежуточного этапа стимулирует следующий промежуточник. И здесь, чем больше у вас заготовок, тем быстрее пройдет процесс на следующем этапе, и тем больше у вас заготовок. Цепень двойки будет. Да, именно так. Хорошо, мы штамповали на некоторое количество. А дальше, а дальше берется с ДНК и переносится в ядро, нужно нам встроить ген. Вот это вам крайне грубое, крайне упрощенное представление об основной идее генной инженерии. И потом этот ген просто много улучшается? Нет, у вас, каждый из генов, имеется всего два элемента стоят. Зачем их там много-много? Если уж мы внесли ген в клетку, то клетка его и читать будет? Будет. Другое дело, что возникает сразу большой вопрос. А как отнесется к такой стройке система регуляции? Чтила в том, что генами считаются никогда что-то хотели. А там есть свое сложное, достаточно и далеко сейчас не полностью понятное процессы регуляции работы. Это не ясно. Это действительно одна из больших сложностей в современной генной инженерии. Предсказать мы это пока не можем. Мы недостаточно пока знаем. Вот эта сторона сейчас нету. А теперь давайте подумаем. Как были в свое время полуметно хорошие традиционные сорта? Вот яблокам полу. А что такое селекция? О, красиво. А что это такое? Ну, это когда растения определенные люди. Из них самые такие лучшие, с определенным, с самым лучшим, беремшимся свойствам выбирают, это селеки, и селеки. А откуда эти лучшие свойства появились? Они что, с неба упают? Нет. Хорошо. Не было, не было, не было собак породы Дегерманпинчер, а бак, появилась собака породы Дегерманпинчер. Палу готовы видеть с неба? Как происходит выведение, ибо раньше происходило выведение, но люди просто используют варианты мутации, которые строят такие фены, которые человеку более выгодны. Но вот селекция – это искусственная эволюция. В некотором смысле, да, искусственная эволюция, которая управляет не селеки, а селеки. Исусственная эволюция. Да, совершенно верно. Но материал-то откуда мы получаем для такого отбора? Откуда вот эти новые признаки? Селекция никаких новых признаков создать не может. Откуда они? Из мутации. Скажите, мутация – это процесс целенаправленный или случайный? Случайный. Может ли кто-нибудь когда-нибудь сказать, какой результат данной мутации? Нет, никуда. А тогда объясните мне, пожалуйста, в чем разница мутационно-полученного признака при селекции яблок Антона и генно-инженерно внесенного признака при формировании нового вида, извините, нового сорта. Ну, когда мы внесли кусок, мы это сами делали искусственным. А когда Антонов появили, тогда случайным образом изменялось, изменялось, получился... Простите, для Данюка какая разница? Нет, нет, нет. Дело в том, что с Антоновкой... Ну, зацелекция. По очереди. Дело в том, что с Антоновкой весь эмоционационный процесс он хаотичен, и вот так сказать, нельзя. А когда мы вносим, мы знаем, что произойдет. Да. Но скажите теперь, если последствия для фермера, для человека, который выращивает яблок, не удовлетворительны, в любом случае, что будет с этой яблоком? Если результат естественной мутации, фермер в нее устроен. Не дадут ей разнообразить? Ну, естественно, он не будет пускать этот вариант сон, в дальнейшем производстве. Если вариант фермера устроен, то он будет пускать его. Будет пускать производство. Я тебе понял? Если перенесенные гены, результат того, как он работает в организме, не устраивает экспериментатора, что он делает? Не будет пускать. Не пускает производство. Есть, не пускать производство. Если у вас тогда разнообразить. Так в чем отличие объясните? Хорошо, я вам показываю два разных организма. У одного свойства изменились за счет естественной мутации, у другого за счет геноинженерной операции. Вы друг от друга отличились? Нет. Нет. По каким признакам вы их отличаете? По ДНК. Правда, а как? Расскажите мне, чертовски интересуетесь. Ну, заглянили, то забрали. Заглянили, увидели. Посмотрим. Увидели, что ДНК по отношению к условному состоянию изменилось. Как вы отличите, это изменение произошло за счет мутации или за счет геноинженерной операции? Если там изменилось только точечное дело, значит, это скорее всего мутация. А хромосомных не бывает мутаций? Бывает. Бывает. А то есть хромосомные мутации это уже геноинженерная? Нет. Или хромосомные геноинженерные. Или геноинженерные. А если просто у меня один ген, то это геноинженерные. А не может быть такой мутации, который привлекает геноинженерные операции? Ну, там. Да, конечно, никаких отличий нет. Не существует негода отличить, каким образом получим тот или иной гено. За счет естественного процесса или геноинженерного вмешательства? Ну, на самом деле, специалист у меня есть, конечно, побьет ногами и его право абсолютно. Геноинженерное вмешательство оставляет свои следы на данном кота. Видны маркеры, которые уезжают. Ну, и сами делают потом. Но никоим образом проявиться в синтезе рабочего уголка отказались к нему. Там непонятно, другая проблема возникает. Как на революционную систему такое внесение оказывает влияние. Но если это влияние автора не устраивает, что делать с такой другим? Просто не пропускают дальше. Ну, не пропускают дальше. В чем разница с работой нормального инфекционера? Ведь нормальный инфекционер при сервенции тоже может получить черт в тупе. Но дело в том, что это длительный процесс. Почему длительный процесс? Я не понял ваших правил. По времени. По времени отличаются. Да. И в какую сторону? Вы понимаете, сколько времени выводили, допустим, группу пород, которая называется Кавказская общавка? Или Среднеазиатская общавка? Понимаете, что в веках а если всерьез, то, в общем-то, наверное, еще ведь ушло на формирование этих породных групп. Если вы хотите сказать, что генно-инженерная образня связана с большими затратами времени, должен вас быстрее. Если вы хотите сказать, что так, наоборот, намного быстрее, то, что у нас вчера вы. Так что, после вот этих первичных акций, потом будет длиннейшая серия проверок от года лучшего. Там селекция обязательно пойдет после. Но нужно будет немного ускориться. Да даже не в этом дело. Дело в том, что если мы делаем статусом на аудиционный процесс, мы заранее предвидимся и результат можем ли? Нет. То есть планировать на работу можем? Нет. А если мы введем генно-инженерные мероприятия, мы можем планировать тот же результат, который хотим в глубине. Да. Вот разница. Не дыкаться в селеку. Понятно? Так что представление о том, что генномодифицированные продукты, это уж прям какая-то страшная страшная бятка, мягко говоря, ни на чем не основанная. Нормальный бытовой миф, бытовой предрассудок. Ну а почему возвращаемся к генномодифицированной сою? Почему же вот ну ясно, что большинство домохозяйцев услышат слово генномодифицированное уже подает обморь, но тем не менее реально. А реально генномодифицированное какие продукты называются доржаться? Что такое доржаться? Заменитель. Вот есть естественный продукт, а есть ржаться. Ржаться кофе, ржаться молоко, ржаться хлеб, все что угодно. Он может смотреть в интернет-магазин до сих пор продается синтетическая черная и красная икра. изобретение академии не смея. Слава бы, что он хотя бы надежно синтетическое. Настоящий не перебитываешь. Да? когда человеку пытаются попасть, по вкусу, по вкусу хороший вопрос. Синтетическая красная и черная тоже. Больше всего похоже ощущение создает, что вы набили полный рот моритми резиновыми шариками. В, а, оп, В, а, оп. Ну, наверное, это классно, это просто кредит много отношений. Ну, вообще, она не изобит, она питательна, кто-то же там любит этот вкус, я не знаю. Это уж боится не делать. Я просто не очень люблю, когда мне подавно на дискетчер пытаются супорить, но совершенно другой правой. Когда у нас колбаса ставят на холодильник не из животных белков, а из растительных белков, это уже не колбаса, это уже давайте будем называть каким-то другим словом, да? Дело в том, что соя это совершенно генеальное растение без бобов. А дело в том, что бобовое это растение отражающее на корнях общежитие для азотфиксирующей боты, клубники. в результате вот у нас сидит бобовая отражка, да? А у него прямо на корнях работает бригада, атмосферная азота переводит в ту форму, которую это растение усвоен не может. Так? А без усвоенных азотных соединений какие вещества не может растение строить? аминокислоты не аминокислоты не аминокислоты нельзя. А если нельзя аминокислоты, то что нельзя строить? Белки. Белки. Поэтому у всех бобовых единственная группа растений это группа у которых нет проблем с белками. Потому что у них азот производится можно сказать на месте. Причем не просто азот а в той форме, в которой растение может существовать. Вы решите это? Бобовые растения используют не только в прямом значении в качестве ферментов, в качестве транспортеров, в качестве сигналов, но и так далее. Мы же сами там море и цифру перечислили. Но они даже запасы белков подбалывают. Остальные растения будут конечно углеводы в запас вводить крахмал в первую очередь. Ну и жир. А бобовые могут себе позволить получать. Поэтому берем семена бобовых, что даст содержание белка. Высокое тень. Очень высокое содержание белка. По отношению в другой растительной пищи содержание белков крайних запасов. Именно поэтому для любых травоязвий, для скота в частности, сено из боговых растений является одним из самых питательных. Правда как всегда с лакомствами нельзя перебирать. Если корова забрела на клеверное пюльно, она конечно там впала просто в экстаз. я не знаю с чем это для вас сравнить. Представьте, что вы побывали на поле вообще где сплошь растут сфинкерсы. Я не знаю. или что? Часть не десна. Нет, ну, представьте какую-нибудь самую любимую вакууму, которую много не дают. Ну, может, соленая большая 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 полная поле соленых десна. Держи не хотят. Да? Значит, корову ясное дело тут же рубая в дикому количеству. Если хозяева ее вогрень застан за это делом, сразу много нет. Сразу но не нужно. Потому что она очень опасна делом. Мы же говорили, что переваривание растительной пищи каким образом у всех животных будет происходить? С помощью бактерий. С помощью бактерий. Корова накидала к себе пищеварительную систему. Огромное количество белок содержащих продуктов. А обычных там мало-мало. Некоторое количество бактерий, которые работают с белками, кишечники есть, и грудники есть, но их не много, потому что обычно белка мало. Теперь вы накидали море белка. Что происходит с размножением этого типа бактерий? Увеличивается. Резко увеличивается. А они в процессе своего развития выделяют газ метану. Что с коровой? А корова начинает играть в дирижабле или воздушный шар. Картинка страшная. Это так и называется взбитие. Это такой шар, с которого торчат ножки, хвост, ножки, и самозор. Глаза зубные, а корова еще жива. Дело в том, что пищеварительная система у них очень эластична, развиваться можно многократно, но вообще это приведет к смерти. Просто разрыв огня пищеварительной газовой. А правда не можешь ликить? Да, но вообще ликить это дело как раз прокол. Если знать где прокол то просто сбросит лишнее давление, лишний газ, ведут внешний прокол после этого корова играет уже в газовый баллон. Потому что из него с шипением начинает пристать строя газа самое интересное. Если вы в этот момент спичку или другого поднести, что будет? Корова нет. Корова сыграет кислородочная пара. Дело что взорваться, внутри кислорода нет. То есть внутри может расплавиться это разве сны. Нет. Нет. А вот так строя вырвалась на улицу это метан. Вполне коричневый абсад. Значит она еще взлетит на этом. Нет. Взлетать она не будет. Хочу только корову. А в результате были разработаны это можно есть нормальный ни с какой ни с негативизированной сои. Соя в тех местах где выращивали прежде в любовосточную нейтральную аренду издревле использовали ничего у у сои совершенно нейтральную пус. Она никакая. Поэтому добавил в нее немножечко одного из нее делал конфеты. Добавил немножечко другого из нее делал заменителю мяса. Добавил немножечко третьего из нее делал заменителю овощей. То есть это идеальная баса для создания заменителю. Причем из других растений мясо вы не шумбулируете. Какой причине? Духов. Духов мало. Мясо это все так основан белок, мясо, рыба, птица. А вот и сою можно. Так? А в корове сою припадают? У сою меньше хорошим однок. Они не крупные. Но сою очень морожайная фортура. И в этой всей истории лично меня не очень устраивает. Лично меня не устраивает нормальный обман. Когда мне впаривают продукт, имеющий растительные белки, и уверяют, что это животное. Вот вы ребята растительные. вот это называется многовладельство покупателя. Не потому, что соя жутко вредная, а потому, что это просто нечестно. Называть один продукт другим. Никакого больше страшного вреда от соя природе не существует. А правда, если лично у вас нет аллергической реакции. В нашем современном мире можно ожидать аллергии на все, угодно. Хотя соя очень низко аллергия не правда. А все-таки почему люди боятся аллергия на же целом истории? Скажите, пожалуйста, почему люди боятся темноты? Придумывали все глупости примерно так. Дело в том, что ваш вопрос касается структуры подсознания и общественного сознания человечества. Этими вещами биология уже не занимается. Этим занимается психология, этим занимается социология, этим занимается культура ложная. Но дело в том, что реакция массового человека, массового потребителя знания, как правило, исключительно далеки от какой-то разумности и рациональной. Совершенно хотя сказать недостижимо, неверно как раз, понятно почему, но странным образом в качестве положительных идеалов выбирается далеко не самое положительное явление, а в качестве бухгалка страшилов выбирается опять же вот. Ну, хорошо, ГМО это понятно, у нас главный вродин, жуткий вродин, уничтоживший человечество, а главные помощники у нас тоже. Главные помощники это БАДы. БАД это биологически активная добавка. История с БАДами насколько же печальная, как история немного в другой сторону. Вообще сама идея создать некоторые продукты, которые были бы более обогащены всякими редко встречающимися веществами, допустим, витаминами, допустим, плечами, допустим, некоторые композиции в микроэлементе. Идет хороший. Можно создать такие продукты. Их называют биологически активной добавки. Дело в том, что если вы пойдете в интернет и посмотрите на козер штраф, то современные люди почему-то считают, что биологически активные добавки это и есть лучшее лекарство от всего наследия. Гновая то, что есть нельзя ни в коем случае, а вот это БАДы это то, спасет человечество. Народ более странной информацией представить себя нельзя. При том, что гигантское количество нечистых на руку людей. Рекламируют БАДы в качестве лекарства от всего, начиная от рака к антармолии. Покажут средства, они вам покажут бумажку со стольких штемперов, что вот здесь такая проверка, здесь такая проверка. Ребята, именно для этого, с моей точки зрения, и надо учиться. Именно для этого и имеет смысл разбираться в окружающем мире, чтобы не давать себя дурачь. Просто элементарно не давать себя дурачь. человек более или менее разбирающийся строение и работ человеческого тела, понимающий основу анатомии, физиологии, управления, тем более стологией и генетикой. Вот его дурачить уже в десятки раз сложнее, чем среднего оборота, для которого вся эта наука, это тяжелое занудство, непонятно зачем, а вот на дискотеках это очень круто. Или в контакте потребуется очень круто. Дело вашего выбора. Выбирайте какую форму жизни вы дальше без всяких. Просто если мозги не включать, дурить вас будут всегда и по всему полу. Это вы можете не сомневаться. Включать мозги занятие, конечно, тяжелое. Поэтому надо учиться.